МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина регионов» с тудой Кристина Каранкевич. Добрый день. У этом выпуску глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отказать на пытание республиканского перепису насильництва можно будет в интернете. Такая махчимость у Жихаро-Магилевской области з'явится у перший тыдень перепису, який пройдет с 4 по 30 кастричника 2019 года. А пытания работники Белстата проведут так само на стационарных участках. И только на заключном этапе перепису почнутся пакватерные обыходы. Жихарам региону пропонуют отказать на 5 блоков пытания. У першыню перепису проведут в электронном формате. Дякуючих этому часу на пытания спотребится меньше. А дадзеная будут опрацовывать больше оперативно. В отличие от предыдущей переписи, здесь вопросы добавлены и по занятости населения, и по миграции. Информация необходима нам для построения социальных прогнозов, конечно. И в рамках переписи 2019 года будет проходиться и сельскохозяйственная перепись. Как только покончится опрос, то тут же эта информация уйдет на Белстат. Больше она не сможет быть не скорректирована. Никакую информацию мы, никакие органы другие давать не будем. Индекс промысловой вытворчести у Могилевской области за 10 селетних месяцев склал 105,8%. Объем вырубленной продукции повеличивается, а ли запасы готовой продукции на складах не растут. Кризис научил предприемство працевать под конкретные домовые и поширать рынки сбыту. Про то, что продукция могилевских промысловых предприемств конкретно сдольная, свечит по величине экспорту. Темп роста экспорту повод для выника за 9 месяцев склал 115%. Основные драйеры промысловости, как коментуют у Абл-Ваконками, буйные предприемства. Утым ликуют и те, которые работают в свободной экономичной зоне. Основные экспортеры Белшина, Бабушкина Крынка, Могилевхим Влакно, Хранаспан и Могилев Лифтмаш. Про динамику устойливого росту промысловости Могилевской области у интервью телерадиокомпании Могилев рассказал наместник старшини Абл-Ваконкама Дмитрий Харытунчик. Однако размова у студии зашла и про проблемное предприемство региона, например, про Могилевский завод «Строммашина». «Строммашина» на сегодняшний день, надо признать, работает достаточно стабильно на заводе. Они имеют хорошие на сегодняшний день пока портфели заказов. Хотя надо тоже отметить основной контракт, который у них был, он подходит к завершению своему. Они его выполнили, завершают. Другие контракты они видят? Нужно очень активно работать по поиску других контрактов. Ведется эта работа, активно ведется руководством, но пока определенные опасения еще есть. Нужно им более активно работать на рынке с ценой, с ценообразованием на свою продукцию и поиск новой продукции. Это касается не «Строммашины», это касается всех предприятий, которые столкнулись с подобными проблемами. Совершенно верно. Интервью Дмитра Харитончика про работу промысловых предприемств в области глядите у информации на аналитичной программе «Дынями». Палац культуры в области закрыли на ремонт. Все мероприемства и концерты переносятся на иншие пляцовки. Новые помешкания шукают для грудковой секции, что працуют у палацы. Ремонт будет дожиться каля одного года. Говорка про капитальный ремонт в будинку палаца в области велася еще лет. Исек заполнивают эксперты, аварийные ситуации у палаца нема, а лет час распочать работы надышел. В августе месяце были бы проведены торги по поводу проведения капитального ремонта. Еще раз замечу, он плановый. Его окончание планируется к осени 2018 года. У фойе Палаца культуры, а так само на офицейном сайте установы, есть объявы про перонос концерта. Игорь Аквашевича и спектаклю «Младенец на прокат». Тут же информация, что уже набытые билеты можно вернуть до 30 листопада. Переговоры ведутся заранее, за полгода. Иногда и больше мы запускаем такие проекты. Трудности очень большие. Тут, понимаете, есть три стороны. То есть это зритель, это артист, это организатор. То есть все остаются в невыгодном положении. Про концерт Сергея Пенкина мы потелефоновали у Центр продажу билетов. Скажите, пожалуйста, а какая площадка сейчас определена для концертов Сергея Пенкина? Билет рассказали, концерт на Дом Магерёвке. Палац культуры в области – одна из самых великих городских концертных пляцовок. Больше за тысячу месяцев. Миноведа на юй 40 год лазятся все самые значные мероприемства. После капромонта тут з'явятся сучастные технологии и обсталевания, которые придут садаспадобы и артистам, и глядачам. Как кажется, шоу должен протягиваться. Алена Соловьева, Александр Артемьев, Виталь Вопсев, Новины Региона. Слизкие береги стали причиной смерти. Я не очень безопасно, напоминает Магилевский масвод. Рыбак, который каждый день тому потанул в Быховском районе у Дняпры, не уличил эту околичность. Мужчина послезнулся, завалился в воду и трапил на глубину, от куль не смог выбраться, поведомили нашим журналистам-воротовальники. Слизкий берег и як выник падение у воду. По водлесову эксперту, минавито гэта стала причиной трагеды на Дняпры. Специалисты отзначают, такие трагеды у восень здаются часто. Листва, перепады температур ночных и дневных, получается, подморозит травку, затем она оттаивает и так далее. То есть берега превратились в скользкое место. И съехать по такому берегу в воду очень даже просто. Что и случилось с рыбаком, который проживал в буйничах в нашем поселке, ушел на рыбалку и, к сожалению, оказался в водоеме. Спочатку слизкие береги, а после тонкий лед. Перед первых заморозков самый неспокойный для воротовальников. Что год за тонкого льду на водоемах в области тонуть рыбаки. Появится первый лед, и, как правило, у нас по первому льду тоже происходит трагедия. Лед должен достигнуть толщины 7 сантиметров, а уже выход наши рыбаки осуществляют при толщине до 3 сантиметров. В 2014 году мы потеряли двоих рыбаков, а в прошлом году уже троих. Фортувальники попередживают, за выход на тонкий лед можно и штраф отримать. Нагадаем, у минулого года областный выконавчий комитет принял решение об забороне выхода на лед уперед его остановления и расставания. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новина региона. Лепшей господиней агропромыслового комплекса у Могилёвщины стала Лизавета Шарстабаева с Кировского района. До профессийного свято работника у сельской господарки у другий раз организованы областный конкурс «Молодая господиня». У делу им брали девчаты во взросле от 18 до 31 года. Усеяны живут и працуют у сельской мясцовости. День студента отзначает 17 листопада. У Могилёвской области працуют шесть высшейших навычальных установ. Адукацию их отримовывают каля 30 тысяч молодых людей. По колькости студентов наша область займает четвертое место в Беларуси. Творчая, креативная и открытая новым ведом. Усе гэта про нашу молодь. На переддні свята на базе Беларуско-российского университета отбылся областный этап конкурсу «Студент года 2017». Хто стал переможцем и представить Могилёвскую область на республиканском этапе. Далее у репортажа. Студент года, он признается, как уже признаются жюри, он должен быть признан, можно сказать, даже обществом. Он должен быть ответственным, добрым, умным. Никогда не подводить. Он должен быть креативный, позитивный, умный, талантливый. Он должен быть умным, добрым, честным. Красивым. Каким? Красивым. Красивым. Счастливым. Самый лучший студент области, он должен быть харизматичным. Он должен подходить очень ответственно к номерам, которые он представляет на сцене за свою область. Студент области должен быть веселым. Менавито так выглядит студент года у вачах самих удзельников конкурсу. Алика подтримать гоноровое звание, им доведется пройти пять выпробований. От портфолио до конкурсу видеороликов. До справоздачного концерта девчат и хлопцы рыхтовалися некольки тыдню. Кожный студент смог показать все свои таланты. Тому членам жюри было непросто. Пожалуй, не припомню давно такого жаркого действительно спора членов жюри. Таких интриг, скажем так, в зале, поскольку действительно все были сильные, яркие. Алик, все же, это конкурс. И переможцам может быть только один. Я знаю, кто-то везет. У меня в конверте все написано. Ну и раскрыть навсегда. Бараганная дробь. И институты МВД. Мне кажется, они и фавориты. Потому что любой конкурс публикой воспринимается на ра. Это главное. Победителя областного тура, республиканского конкурса студент года 2017 становится Максим Потаренко. Минавито курсант четвертого курса Могилевского института Министерства внутренних справ Максим Потаренко представить Могилевшину на финальном республиканском этапе студент года 2017. Татьяна Славио, Денис Бутылин, Новины Региона. Понятно.